всем привет дорогие друзья с вами red fox total war вархаммер 2 скорстник гоблины бородатые гномы вокруг в основном мертвые все как мы любим так и вот твой шанс морглор один палец ах ты гад блин там его не добьем до туда скорстник не достанет а морглор там не справится так вопрос нужен ли мне этот морглор его 900 содержание это как раз то почему я ухожу в минус так а ну тормози эту армию во первых тоже есть бессмертие есть так армию тормознули гоблины если я сохраняю эту армию то отряд глупо выгонять его надо передать в эту армию давайте посмотрим или я тут на максимум сходил нет и тут не ходил пошли посмотрим кто тут целая армия пар балетчиков вот это нормально армия егерей это прикольно 39 процентов маловато так это вот тормознули ну-ка давай сюда разведку чё у них здесь пока никого не видать а тут казарма есть есть а тут тут нет взрыв зили есть я думаю не нужна мне эта армия честно говоря хотя если он прям сейчас ко мне пойдет блин ладно пусть будет ну иди сюда отдай орка возьми себе гоблинов так скоростник больше не может ходить но он и не ходил на марш можно этот кстати никуда не уйдет он же на меня не нападет не нападет мы на своей земле мы восстанавливаемся отлично караказор устоял с приростом у нас а у нас хорошо вакха мы перевалили на следующую ступень роста мало тут конечно ни о чем но сейчас эти будем захватывать там построим на рост все то получается тут строить ничего не могу героев я хотел посмотреть я хотел посмотреть героев черных орков так стратег нам не надо восприятие такое крутой плясун неистов 100 плюс атака плюс натиск базовый урон оружием не восприимчивость к психологии кусала погонь звучит неплохо на самом деле звучит неплохо жалко не сильные а тут я не могу да тут не могу не сильную которую плюс атакой плюс защиты и плюс урон доспехи там все дела ничего возьмем погонь от этого плясуна плюс атака натиск и урон мне кажется неплохо деньги есть да давай берем будешь к нам сейчас бежать ну то тебя надо оставлять ну тут когда придет тогда и поменяемся пока ты этот намного лучше 22 уровень или 1 все получается гномы пытаются разбежаться мы их не отпускаем так ничего себе помехи в исполнении потерь хотел сделать так на марше сюда бежит ага ага а с двух сторон зажимают так значит а ты пошел войска набирать побежал проблема знаете в чем проблема в том что вот эта армия с той позиции может вот сюда подземными путями перепрыгнуть а вот так вокруг я сейчас до нее не добегу наверняка если я его не тормозну героем то ловить его не очень то удобно обломился ветра боли так это значит что он это значит что ты бежишь в гарнизон нанимаешь себе гоблинов давай вот так гарнизон там восстанавливает численность да но еще не особо хорошо так тут в первую очередь ты доходишь до сюда а ты а ты вот как раз не доходишь так важнее тормозить вот эту армию 56 процентов не особо но получилось отлично они еще и на марш но я до них не дохожу опаньки опаньки герой гномов которую мне надо грохнуть но не которого мне любой подойдет но гном отлично так здесь чё бежит здесь фигня откуда у них серебряные лычки у всех ну-ка тормози его 75 процентов это они долго будут ехать явно так минус 1000 денег мне нужны деньги так что ничего личного может на автобой их развалить чё вы скажете понятно что сейчас вы ничего не скажете напишите комментариях вот такие бои стоит проводить просто я только что две такие же армии развалил без всяких проблем понятно что я эту развалю давайте пока я жду вашего ответа я сыграю просто тут ничего интересного и сложного с одной стороны с другой стороны когда проводишь такие битвы вручную то потери меньше чем при автобое и кстати обратите внимание лавовый паук арахнорока обогнал обычного по опыту он конечно бахает так нормально вокруг себя огнем в принципе их можно даже не окружать так сильно вломиться пауками бахнуть огненным ну и потом уже окружать знакомая местность так на те кнопки жму слепую мы теперь с орком вернулся наш вонючка который в командировке был красавчик так так все поехали вы поближе давайте будем их нервировать пауки стрелков у них нет пауки вперед герои вперед вы обходите их с фланг с фланга вы с тыла тут аналогично ой а мы уже них стреляем а ну ка врыв мы слишком далеко уходили так а а а Всех перебить Сейчас мы еще вак прожмем Ха-ха-ха-ха Руби их парни Клочья Рви их всех Вот он вонючка Весь в кровище Он скоростник не лучше Посмотрите сколько балахонов этих Колпаков гоблинских ужас Целое море реально Вот это по нашему Это хорошо было Приятненько Приятненько конечно Легкий конечно бой Но все равно приятненько Тут догонять не обязательно Они один раз отступили Значит сейчас их расформирует всех Нафиг 82 гобли на потере Из 2000 Это конечно неплохо мы выступили Все, три лычки Золотые У лавового паука Что-то пехота долго набирает Серебро уже давно набрали И так мы и сидим Можно сейчас Ну не может А наверное нужно Теперь когда нам получилось Тормознуть вторую армию белигара Сейчас пойдем к ним Разфигачим их Захватим обратно деревню Наверное ту Пусть она к себе внимание привлекает А потом на развороты Забираем их поселение Последние Так солнышко вышло Из-за здания Нифигачнее теперь прям в монитор Так минуточку У нас пока загрузка Я отойду задерну шторки И я снова с вами Ой, когда же я пробырежу комп Через месяцок У нас будет все летать Я надеюсь Должны быть такие космические скорости Всех загрузок И всего остального Чего я никогда не видел Даже Толком Как раз вовремя успел Intel Подтянуть PCI-Express 4 К своим братцам И PCI-Express 4 Собственно SSD вышли Самые быстрые Новые Ну как новые Для тех, кто следит За компьютерными технологиями Все не новое уже давно Но я никогда не пользовался Надеюсь, все будет круто Быстро Со скоростью не то что самолета А космического корабля По сравнению с тем, что сейчас Халькинхав Грюнда драк Господи Ну и мечка у некоторых седьмого уровня Кстати был гад Хорошо, что помрет Всех съесть Вы знаете Погиб Флаг факела Почему на английском? Я же не ставил Мод На баннеры Ребаннер Или стаю Накладывает на врага минус скорость И уязвимость к урону от огня Это вот этому пауку Если только выдавать Ты Давайте брони подкачаем Что это бригадир бесполезный Точнее Я даже не знаю, что он толком делает А тебе надо бы доспех отдать По-хорошему Но я хочу другого парня себе взять Тогда, наверное, новому и отдадим сразу Где он там, кстати? Иди сюда Мы не доходим Можно в засаду попробовать Спрятаться Или выйти на эту территорию На вражескую Да Зачем нам в засаду? Мы просто встанем сейчас в налет Подзаработаем немножко Пусть попробуют на нас напасть Но вообще из-за этого минуса Честно говоря, я же не каждый ход дерусь Не каждый ход восстанавливаю бабки Я ничего не зарабатываю Я дерусь Но вот этот минус держит меня В нулях в итоге То есть, если эту армию разгоню Я начну зарабатывать А мне надо Тут скоро Ну тут не скоро А вот тут должен быть Скоро избыток населения Через три хода Да, мне надо четыре тысячи сюда На развитие Может, стоит и разогнать эту армию? Успею я тут с карстником туда-сюда Мне главное, чтобы в тылы никто не пробежал А тут я должен успеть Правда, как должен Тут вот Эти гномы Сколько они будут собирать Свои армии? Они же могут вот здесь собраться Или вот здесь И вот так пойти ко мне в гости Запросто Ладно, пока оставим тогда Все ходили Все все делали Пропускаем У меня сейчас скоро новый ваг Соберется такими темпами Так В засаду спрятался Хитрец Я его еще и не вижу Так Пока лесные эльфы там сидят у себя в лесах Они меня полностью устраивают Вот этого гнома надо зарезать, кстати Но у меня пока все герои предели О, лечебные грибочки Скорость восполнения потерь То, что мне так было нужно Теперь-то будет повеселее Так, что тут У меня, кстати, хлама Да, фигища Я вообще про него забыл Тысячу Улучшения для гоблинов Что-то дорого пока Стоимость найма Давай Обнаружена засада Отлично Не получилось спрятаться Так, а давайте Мы потратим хлам Плюс 5 урона Плюс доспехи 25 Вам доспехи 50 у того Неплохо Так, мы тут еще и левеллапнулись все Отлично Искарсник даже левеллапнулся Так, ну и что Сколько у нас в итоге 96, да, скорость Блин, я думал, побыстрее будет 96, кажется, у лесных эльфов все-таки Эти застрельщики Конные стрелки Или у кого там конные стрелки Читерский-то Я что-то не помню У простых эльфов Не у лесных Но все равно Они смогут отгонять Этих гадов А натиска сколько? 60 Ну, неплохо Так, можно его тормознуть Но в принципе В принципе Его тормозить не обязательно Далеко он не убежит Там они не начали навармивать? Не начали Я просто думаю Надо бы пойти На охоту за гномом А он сам к нам идет На ловца и зверь бежит Тогда возвращаемся Сюда Пусть идет сюда А здесь Тормози 76 Хорошо Ты иди сюда Кем еще не хайбил? Тобой Тормозни Прокачаешься Если не помрешь Неудача Ладно Так А мы Нападаем Я вот думаю Нам надо всем Эти бутылки выдать Да и все Даже не обязательно Вот эти Улучшения Это изучать Все будем С бутылями А знамя Я хотел Эту дурацкое Выставить А я его Выставил Сейчас Надо отдать Я могу Пауку отдать? Могу Минус Скорость Плюс Уязвимость К урону От огня А у него Урон От огня И в ближнем Бою И Боеприпасы Попробуем Попробуем А он даже Не стал Отступать Он уверен В своих силах Че себе Какой самоуверенный Гном Эх Все они Так У него Вообще Одни стрелки Мне По идее Достаточно Растянуть Ну как Одни стрелки У него Эти стрелки Не такие Плохие Бойцы Обычные Забияки Лучшие Бойцы 29 44 21 29 Ну такие Себе Из них Бойцы Честно Говоря Если бы Были обычные Арбалетчики Они вообще Почти Ничем Не уступают Этим Воинам Гноми У меня Даже Были Идеи Нанимать Попробовать За гномов Арбалетчиков Брать Вместо Воинов Когда Надо Ты фигачишь Из арбалета Когда Не надо В ближнем Бою Потому что Они по характеристикам Вот прям Почти Не уступают Там Какой-то Мизер Они уступают Обычным Воинам Но Когда ты Прокачиваешь Генерала В улучшение Пехоты Они уже Становят Начинают Сильно Уступать Все таки Так И знаете Что мы Сделаем Мы Вот Раскидаем Сейчас Своих Бойцов Вот так Максимально Близкая И Пошлем Всех В атаку На фланге Бросим Сквигов Просто в лобовую Атаку Так Ну что Всех Нашли Спрятавшихся В атаку В атаку В атаку Так А что Фигня Как насчет Помочь Немножко Куда Все Тут Разбежались Все Все Мы их Сожрали Уже Они Не выдерживают Даже Обычных Гоблинов Натис Да Да Че За фигня Не могу Кликнуть Мы просто Их Сожрали И вообще Не заметили Просто В лобовым Ударом В принципе Догонять их Тут Не надо А почему Не надо Они же Отступят Ну ладно Они же Не отступили Сейчас Отступят Ну ладно Я их Еще раз Грохну Еще раз Опыт За это Получу И этого Не добили Отлично Сейчас Я его С одного Чарджа Должен Снести Мой Орк Потеря 43 Так Ну Беллигара Мы Разматываем Сейчас Мы Если Заберем Эту Деревню Чтобы Он В одном Месте Там А не В двух Новой Армии Нанимал И Пойдем Его Туда Прессовать Он Успеет Наверное Ну Вот У него Там Одна Армия Не добра Максимум Две Армии Он Еще Соберет Со Стремительным Ударом Мы Их Развалим И Все Посыпался Беллигар Ему Только Карах Хирн Может Помочь Теоретически Теоретически Но Они Сейчас Будут Себе Армии Набирать Ходов Сколько Ходов Они Будут Набирать Себе Армии Ходов Пять Это Если Они Быстро Быстро Но Вряд ли Они Могут И все Десять Нанимать Обратно Себе Три Армии За Это Время Мы Должны Успеть Наверное Развалить Беллигара В Сопли И Освободим Себе Один Фланг Получается Да Потом Можно И крыс Выгнать Кстати Вот На паре Деревень Гномы Нанимают Себе Три Армии Воинов Стрелков Все дела Откуда у них Кстати у всех Опыт Не понимаю Что за Читы Ну да Ладно В общем Весь разный Видите У всех С кем Они там Дрались Где Они успели Опыт Получить Ну ладно Крысы Крысы Вот эти Мои В одной Деревне Сидячие Не могут Брать Армию Больше Чем Один Стэк Потому Что Он у них Ну весь Вмещается В город Только Куча героев Снаружи Сидит Тусит Хотя Может Они на героев Тратят У них же Тоже Содержание Нормальное По 250 Плюс Минус Голды Так Так что Пяток Героев Это Половина Армии Или Больше По Финансам Но Компата С финансами Все нормально Так Так Наконец-то Так Потери 43 Я Сейчас Догоню В автобое И В автобое У меня Будут Потери Больше Я уверен 145 Брони Ух И Там 45 Потери А Там Были 43 Тут 45 Против Недобитков Зато Левел А Че мы Качали А Плюс Дисциплина И Подлые Проныры Нам нужны Так А тебе Че Качать Натиска Тридцаточку Лучше Сила Оружия Дисциплина Аура Ну Такое Давай Силу Оружия Качать Мало Ли Может Тебе Придется Архаона Бить Так А кого Лучше Грабить Ммм Эти Ребята Богатые Можно Встать На Их Стороне Подзаработать Денежки Так Хорошо Трачу на вас деньги А потом всех уволю Я вот уверен Что так будет Так Герои Все Ходили Строить Ничего Не Строим Ждем У кого Тут Нераспределенные Очки Красодера Кто Это Ты Что Беллигард Не успеваешь Нанимать Столько Гномов Сколько Мы Их Режем Извиняюсь Под Гоблина Что Голос Пошел Так Он так Идет Как будто В атаку Страх Потерял Ты Наверняка Вот к этому Городу Идешь Рядом Постоять Скарстник Себе Налеты Прокачал Интересно Что там Дают Несколько Ходов В режиме Налета Плюс 5% От Налетов Хорошо Заключен Военный Союз Клон Ангруд Пограничные Княжества Ах Вы Гадские Гномы Хотите На меня Людишек Натравить В принципе Можно Задержаться И Разграбить Разрушить Людишек Нафиг Так Нас Преследуют Дурные Знамения Плюс Рост Минус Покорность Меня Устраивает Плюс Рост Еще Тысячу Денег Платить Вы Что Что Вы Так Говорите Так Каракангажар Забираем Разграбить И Занять Что Тут Грабить Оккупировать Что Там Подожди Кроме Амулет А Ну Фигня Всякая Восемнадцатый Уровень И Вот Оно У меня Есть же Вот Два Отряда С Золотыми Сейчас 5% Сопротивления Физурону Останет 20 Ух ты Неплохо А у вас А у вас Еще 5 Да Надо Золотые Лычки Получать Так Тут Я Ничего Даже Строить Наверное Не буду Или Рост Построить Недорого Один ход Пусть Будет Просто Сейчас Могут Людишки Напасть Могут Эти Из Восьми Пиков Придурошные Прибежать Могут Отсюда Гномы Прыгать Чуть Их Не Не Видно В Карах Хирне Кстати Тишина Покой Значит Они Вот Тут Нанимаются Оттуда Запросто Подземными Путями Кто-то Прыгнет Нападет Нам Нам Эту Деревню В принципе Наплевать Мы Вот Отсюда Пойдем Выбивать Гномовский Верно Скавин Я бы Себе Забрал Интересно Мне Такой Большой Город Заиметь Что Там Можно Настроить Так Продолжаем Разговор Блокада ХП Так А где Гном А вот Гном Его Надо Грохнуть 80% Полный Успех Насмерть Зарезали Так Задание Выполнено Тыкла Скарстника Так Пока Карлики Будут Отключены Потери Своего Жалкого Лорда Воины Скарстника Ворвутся В горы Граби Разоряя Все На своем Пути На долгие Годы Борьбы За долгие Годы Борьбы С орками Претендовавши На его Трон Великий Гоблин Хорошо Освоил Этот Метод Предвосхитить Угрозу И разгромить Врага Прежде Чем Он Соберется Нанести Удар Разрушите Или Разграбьте Не менее Трех Разных Пыданий Я Уж Столько Тут Навоевал Ладно Все Нарушим И Награбим Отлично Так Сюда Куда Еще Одного Послать То ли В Разведку В Дальнюю Другой Стороны Нафига Мне Это Надо Вот Я Волнуюсь Только Что Отсюда Нанятые Армии Могут Вот Так Придеть Хотя Что Волнуюсь У меня Тут Охрана Сидит Ну Туси Где-то Тут Пока Можешь Понадобиться Что Надо Этого Орка Что Ли Одеть Во Все Хорошее Сразу В Синяя Так Так И Бери У У Тебя Стратегия Да Которая Нифига Не Работа Кто Тут Нераспределенный Кто Я Те Распределил Тебе Че Два Ловла Побах Было Так Тут Еще Один Ход До Избытка Все И Все Деньги Туда Пойдут Больше Никого Даже Нанимать Не Будем Хватит Вообще Наверное Не знаю Мне так Жалко Эти Денег Которые Уходят Сюда Что Нам Скажет Клан Ангрунд Э Э Неудача Хотел Мне Орка Зарезать Ты Зверел Можно Пойти На них Пока Орка Покачать Кстати Да Мы Сейчас Пойдем И Там Уже Поменяем Одного На Другого Так Неудача Да Начнутся Игры Каракангажар Отличный Отличный Довольное Население Вот Мне Конечно Очень Нужно Было Здесь Довольное Население Мы Оттуда Уходим Так Прямо На марш Или Пограбить По пути Еще Хотелось Побыстрее Разобраться С этими Гномами Гадскими Погнали На марш Прямо Так Все Можно Взять В армию Прям Сейчас Все Не Наверное Наверное Сюда Одного Героя Тащить Давайте Один С этой Стороны Пойдет Посмотрит Не Затевают Лечо Гномы Подлого Подлее Чем Мы Неудача Хорошо Я думал Сбегать Посмотреть Что там Каракхирн Делает Наверное Пойду Избегаю Реально А вот И Ох Ты Ничего Себя Ничего Себя Ребята Решили Что Просто Гномами Воинами Меня Не Возьмешь Надо Более Качественную Армию Бабахать Молодцы Какие Так Кто Еще Не Ходил Все Все Ходили Улучшаем Каракнора Остаемся Без Денег Я Сейчас Ни На Кого Не Нападу Следующим Ходом Не Все На Фиг Эту Армию Я Не Могу Себе Их Позволить Сейчас Даже Простых Гоблинов Зря Потерял Кучу Денег Пока Держал Ну Ладно Черт С Кого Ни Пограбим И Будут Деньги На Месте Можно Когда Белегара Добьем Через Пограничников Как раз Пройтись Обратно Опа Опа А вот И Белегар А вот Три Армии Опять Их Неполные Пока Так Один Кват Назад Пежал На Марш Чтобы Его Не Догнал Герой И Тан Обратно Побежал В армию Заселяться Гад Ну А тут Которая Убежала Поймать Или По крайней мере Следить Что они Делают Но я Сильнее Них Отмечен Значит У них В этом Вторая Армия Еще Мельче Этой Наверное Если Она Вообще Есть Еще Там Армия Ну Вообще Они Долго Будут Восстанавливаться Еще У меня Есть Время Закончить Белегар Задание Получено Убейте В битве Любого Лорда Враждебного Жестким Ребятам Гримкора Пограничники Клонешн Караса Карак Где ж я их возьму Где ж я возьму Лордов Этих О Второй Левел Сразу Стал Так Это Все Мы Тебе Не Качаем И Даже Это Мы Тебя Не Качаем Мы Тебя Сразу Готовим А Че Это Так Странно А Потому Что У Тебя Предметы Есть Так Если получится Тормознуть Получилось Тогда Можно И на Марше Или Лучше Вот Так Встаем На их Территорию И Ох ты Какие хорошие Деньги И в грабеж Все Надо экономику Поднимать У нас тут все Порушено Нанимали Кучу армий Толку Мало Смотрите Как мало Карак Зор Выстоял Карак Норн Выстоял В итоге Это все Осталось Целым Только Деньги Потеряли А деньги Еще Сейчас Награбим Не проблема Так Вот Этот Гад Неудача Но Гад Судя по всему Побежал В Зорокзил Охранять Но он Сейчас Может Запросто И вот Туда Побежать Другой Страны Пока Он Бегает Сюда Я Разгромлю Их Здесь И Здесь А потом Останется Добить Там И Все Скверностейн Скверноскавин Как Нибудь Потом Так Ты Я Думал Тебя В эту Армию Посадить Но Теперь Ты Что Пошли Попробуем Что-нибудь С тобой Сделать Надо Тебя Кстати Снять Сволка Говорят В боевого Вепра Содержания Больше Или нет Да нет 275 Так и было На Вепре Он Без Вепря У это Уже Содержания Столько 250 250 Дождик 250 250 Реально Меньше 25 монет Еще Вепре Платим На Корм Отставить Отказать Так Так Тут Мы Строим Тут Мы Пока Ничего Не Строим Четыре Хода Еще До Избытка Тут Че Тут Два Хода До Избытка Порядок Минус Пять Не так Плохо Кстати Как Могло Быть Герой Не Перемещался Как Они Качают Левела Это Что То С Чем Так Не Успеваешь Так Вот Еще Одна За Неудачу У всех Пошли Я Не Понял Хором Хочу Посмотреть Что Тут Делается Этот Спину Может На Деревню Напасть Только Да Деревню Не Улучшаем Деревню Точно Потеряем Но Это Фиг С ней Сюда Он Не Нападет Это Главное Все Получается Пропускаем Ход Беллигар Собрал Две Армии В Одном Месте Думает Что Поможет Это Ему Отбиться Смеется Скарсник Со Стремительным Ударом Покушение На Крысодера Который 20 Какого-то Уровня С Каким Шансом Ты Это Покушение Делал Процентов 5 Что Ли 10 Что Поменялось В Алгоритмах Раньше Компы Не Пробовали Покушаться Если У них Процентов Меньше Мне кажется 50 Так Куда Он Пошел Куда Ко 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 Пошел Он Не Пошел К Себе Что За Фигня Вы Опять На Карак Изор Собрались Толпой Ну Ка Он Мимо Пробежал Этой Долины Я Видел Вон Он Я До него Не Дохожу Пушки Построили Нифига Себе Опасные Типы А этот Седьмого Уровня Это их Вариант Легендарного Лорда Ну Главарь Видимо Который Не хочет Не Помирает Ну Он Точно Сюда Бежит Он Просто Не Догадался Что Можно Было Два Пора Запрыгнуть Он Побежал Вокруг Фиг С ним Пусть Бежит Может Сломать Тут А Ладно Захватим Обратно Кого Повышение Ранга У тебя Вот Покушение Не Удалось Давай Выживай Я Посмотрел Как тут Третья Армия Нарисовалась Она Отсюда Прибежала Туда Даже Не знаю Кого Бо Нам Тут Тормознуть Ну Давай Беллигар Он Самый Неприятный Шансы Тормознуть Хорошие Так Защиту Давай Качаем Так На кого Будем Нападать Первыми Наверное Вот На этих Можно Можно Их Немножко Размять Отлично Размяли Вроде До них До них Дохожу Да Отлично Все это Отлично Но Уже В следующей Серии 75 Вакха Уже Набрали Отлично Чувак Можно Будет На Карах Хир Набить Но Правда Они Слабенькие Смысл На них Объявлять Нет 75 Карах Зифлин Кстати О Смотрите Как Прекрасно Чувствуют Так И остались У них Эти территории Их Хелемгард Они забрали Последок Разрушили Орки Неплохо себя чувствую Что вообще По силам У Гримгора Четвертая Сила 16 Поселений Нифига Они там Разрослись Гномов Похоже Фигачат В одну Калитку Вот у Башкадавов Все плохо Борзых Гадов Одно Поселение Вот на кого Надо Вакха Объявлять Кстати Когда мы Реально Пойдем Надо На них Вакха Объявить У нас С ними Отношения Хорошие Несмотря На войну Мы так Сильно Бьем Гномов Что это Нравится Даже Нашим Ворогам Так Тут Все Понятно Десятая Сила Армии Тем не Менее Белегара Опять Империя Вторая Тринадцать Поселений Пограничные Княжества Тридцать Вторые А у Телея Одно Поселение У Телея Не только одно Поселение У Телея Похоже Еще и Не главное Что крысы Их выселили Отсюда Видимо Да Ладно В следующей серии Продолжим Громить Белегара Я думаю В следующей серии Мы с ним Покончим Наконец Это уже Пора бы Разгромим Все армии Заберем Эту деревню Потом Пока он тут Кого то успеет Нанять Мы придем Его и грохнем И все На этом С Белегаром Следующие Гномы Каракхирна Крысюков Надо отсюда Брать Хотя они Не мешают Но они И не помогают Надо будет Их выселить Крысюки В Скверноскавине Может быть Мне Мне честно говоря Привлекает Такое Огромное Поселение Занять И отстроить Там все Что хочешь Это было бы Прикольно Там дальше Будем В сторону Восьми Пиков Как-то Выдвигаться Посмотрим Через Гномов Через Здесь Или прям Так Через Море Через Пустерс Бегать Ладно Спасибо всем Что смотрели Всем удачи Всем пока Субтитры Продолжение следует...